В этой пробирке как раз находится ДНК в сухом виде. Так выглядит лекарственный препарат в сухой форме. В руках профессора Альберта Резванова чудо-лекарство, формула которого – медицинская тайна. Сухой белый порошок – это человеческие гены, шитые между собой молекулярными нитками. Технология довольно универсальная. Так же, как и конструктор Лего, мы можем выбрать определенный тип клеток. То есть у нас есть несколько разных типов клеток, которые можно использовать. Несколько разных генов, которые можно использовать. И если, например, нам нужно лечить перелом, то мы выбираем гены, которые стимулируют рост костной ткани. Лекарство эффективно лечит не только переломы. Это, можно сказать, самое простое, на что способен препарат. Трофические язвы, болезнь Альцгеймера, склероз. И один из самых распространенных недугов – травма спинного мозга. Все это, по словам ученого, можно победить всего одним уколом. У них паралич задних конечностей, контузионная травма, то есть ушиб спинного мозга. То, что мы обычно наблюдаем при авариях, при бытовых травмах, на производственных травмах. В небольшом вольере живут три крысы с парализованными конечностями. Пока передвигаться, грызуны могут лишь ползком. Но очень скоро, говорит профессор, все изменится. Животные уже получили укол спиной мозг. Через пару недель они должны начать шевелить лапками. А к Новому году вновь будут бегать. С животными работать проще. Говорят же, заживают, как на собаке. У крыс тоже травмы заживают гораздо лучше, чем у людей. У ученых есть все основания предполагать, что подобный эффект будет и после введения препарата больному человеку. Исследования на крысах начались 8 лет назад. И за это время не выявлено ни одного побочного эффекта, говорит профессор. Грызуны даже с самыми тяжелыми травмами выздоравливали. А это значит, что парализованные вновь смогут встать на ноги. Крысы в лаборатории ручные и очень добрые. В моих руках пока не подопытная крыса. Она еще слишком маленькая. Исследования здесь проводят исключительно на взрослых и упитанных грызунах весом более 300 граммов. Дело в том, что оперировать малышей очень трудно. Да и раны у маленьких животных заживают значительно быстрее, чем у взрослых. А это значит, что результаты исследования попросту могут быть недостоверными. Мы смотрим, как работают гены в культуре клеток. Создание лекарства – ювелирная работа. Стволовые клетки скрещиваются с генами, отобранными особым образом. Генный коктейль, как его прозвали ученые, попадая в организм больного человека, сам добирается до пораженного места и начинает там работать. При переломах, например, наращивает костную ткань. При параличах восстанавливает нервные импульсы. Делая все это невероятно быстро. Клинические испытания генно-клеточного лекарства на людях начнутся уже скоро. Пожалуй, новый препарат больше всего ждут казанские травматологи. Отделения в больницах города всегда переполнены. Сюда доставляют пострадавших после аварии с тяжелейшими и множественными переломами. Сейчас на восстановление уходят месяцы. Единственное, что пока не могут гарантировать разработчики, так это доступность неолекарства для всех слоев населения. Речь идет о десятках тысяч рублей. То есть, боюсь дать более точную оценку. Ну а пока исследования на белых крысах продолжаются. Чтобы не привыкать к подопечным, грызунам не дают имен. Их просто нумеруют. И заносят все данные в журнал. Аналогов препарата, придуманного в Казани, нет нигде в мире. И сейчас ученые вновь готовятся удивить медицинское сообщество. На днях были получены положительные результаты при лечении генным уколом застарелые травмы у человека. Теперь разработчики ищут гены, способные победить детский церебральный паралич. Юлия Шабанова, Роман Фенин, телеканал Эфир.